В эфире служба новостей Саров-24 в студии Дарья Козина. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Скорректировать курс. Продолжается работа по актуализации стратегии развития Нижегородской области. Медовый, яблочный, ореховый. О православных праздниках и их традициях. Новые лица. Саровский драматический театр готовится к открытию сезона. Далее расскажем обо всем подробно. Работа по актуализации стратегии развития Нижегородской области активно продолжается в регионе. В нее включились все без исключения муниципалитеты. На местном уровне проходят стратсессии, на которых жители области могут внести свои предложения. Экспертный совет их анализирует. Чуть позже все необходимые изменения внесут в документ. Зачем нужна актуализация и для чего служит стратегия развития, рассказала Ольга Щетинина, заместитель председателя законодательного собрания Нижегородской области в прямом эфире Центра управления регионами. Стратегия – это не просто дежурный документ, уверяют ее разработчики. Это план развития области, в котором закреплены цели и задачи в различных отраслях. Например, как будет меняться дорожная сеть, какие проблемы нужно решить в сфере ЖКХ, как развивать туристический потенциал региона. Разработали и приняли стратегию до 2035 года пять лет назад. Пришло время актуализировать документ. Мы попали в ковидные ограничения, мы сейчас столкнулись с необходимостью импортозамещения, мы перестраиваем многие сферы нашей экономики, мы понимаем, что перед страной стоят, и в том числе перед Нижегородской областью, стоят очень важные задачи технологического лидерства, цифровизации. И есть многие такие вызовы, которые, конечно, не звучали, допустим, еще в 2018 году. В 2018 году Нижегородская область первая в стране вынесла обсуждение стратегии развития региона за пределы кабинетов правительства. Свои предложения вносили представители предприятий, учреждений культуры и спорта, простые горожане. Эту тенденцию поддержали и при актуализации документа. В муниципалитетах проходят стратсессии. Предложения, выработанные там, отправляют в экспертный совет. Также со всеми инициативами знакомится губернатор Глеб Никитин. Например, после Саровской стратсессии было более 60 предложений. Такой важный документ стратегического развития должен быть именно народным. В нем должны быть отражены именно чаяния людей. Именно Нижегородские должны определить вектор развития Нижегородской области. Поэтому более 5000 предложений от людей прозвучало тогда, в те времена, и сейчас люди также активно отзываются, обсуждая с нами план развития и предлагая, возможно, какие-то новые вещи. Ни одной глобальной цели в стратегии не изменили, подчеркивают эксперты. Тот путь развития, который определили пять лет назад, остается актуальным. При этом корректируются отдельные мероприятия и планы по развитию отраслей экономики. Например, появился запрос на создание и развитие сети технопарков в регионе. Поступили предложения открыть в Нижнем Новгороде Краеведческий музей. Очень много идей по развитию туристической отрасли. В частности, предлагают региональную программу «Люди едут к людям» о поездках, которая строится вокруг конкретных мастеров и ремесленников. Также в рамках работы по актуализации стратегии эксперты собирают обратную связь от жителей области. Что из выполненного за последние пять лет удалось, а над чем еще необходимо поработать. Вся стратегия у нас строится на таких трех больших блоках. Человек, экономика, пространство. Но прежде всего здесь должно быть уютно, качественно, комфортно жить жителям региона. И фактически это главная цель стратегии – это качество жизни наших граждан. Все остальное уже обеспечивает, в том числе и экономика, и среда, и пространство, обеспечивает то, что лежит внутри. Работа по актуализации стратегии развития Нижегородской области продолжается. Ознакомиться с документом и внести свои предложения можно на сайте стратегии. Молебны на начало учебного года пройдут в Сарове накануне 1 сентября. Учащиеся и студенты, а также их родители смогут принять участие в молебнах. 27 августа в 9.30 в храме Иова Многострадального. В 10 часов по окончании Божественной Литургии в храме в честь Сошествия Святого Духа. В 10.30 в храме Святых Царственных Страстотерпцев. 31 августа в 17.30 молебен пройдет в храме Всех Святых. В 18.30 в храме Великомученика Пантелеймона. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Акции, челленджи и флешмобы стартуют в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации, который отмечают 22 августа. Инициатор мероприятий – молодежный центр. Чтобы принять участие в акции «Цвета моей России», нужно украсть окна, сплести фенечки, нарисовать или сделать аппликации в цветах триколора. Фото творчество выложить в соцсетях с хэштегами «Молодежный центр Саров» – «Цвета моей России МЦ». Для акции «Мой флаг, моя история» ищите в городе флаги России и делайте фото на их фоне. И также добавляйте в соцсети с хэштегами «Молодежный центр Саров» и «Мой флаг, моя история МЦ». Завершается сбор помощи в рамках акции «С миру по листочку». Вы еще можете успеть помочь семьям в трудной жизненной ситуации собрать ребенка в школу. 18 августа вечером и 19 августа днем волонтеры центра «Радость моя» будут стоять в торговых центрах «Атом», «Куба» и «Плаза». Поучаствовать в этом добром деле можно также, сделав онлайн-перевод на расчетный счет по QR-коду со словом «Школа». QR-код найдете в группе «Радость моя» во Вконтакте. Подарки к школе ребятам вручат 30 августа в Молодежном центре. Новые лица. Труппу Саровского драматического театра в этом сезоне пополнят пять артистов. Две актрисы уже прибыли в город и даже получили первые роли в предстоящих спектаклях 75-го юбилейного сезона. С молодыми артистками познакомилась наша съемочная группа. Дарья Усачева приехала в Саров из Москвы. Папа снимался в кино, мама играла в театре. Поэтому с самого детства девушку привлекала сцена. В этом году она закончила ГИТИС и подала заявки в театры разных городов. Узнав, что в Сарове главным режиссером будет Антон Морозов, девушка уже не сомневалась в выборе. Город также привлек самобытностью и святыми местами. В нашей семье, я из православной семьи, очень близок к святой Серафим Саровский. У меня младшего брата зовут Серафим. Чувствую, что этот город такой особенный для меня. В новом сезоне зрители увидят Дарью в премьерном спектакле «Женитьба Бальзаминова». В нем она исполнит роль Раисы, одной из сестер Пижоновых, стремящихся к скорому замужеству, чтобы вырваться на волю. Виктория Вавилова родом из Кировской области. С шести лет она посещала театральную школу и не представляла свое будущее без этой сферы. В наш город девушка приехала из столицы, закончив Московский государственный институт культуры. С первых дней актриса окунулась в работу. Начала репетировать «Боинг-Боинг», и также я задействовала спектакль «Ласточки Победы». Что мне ярче всего запомнилось, когда я тут первый раз ходила, это когда мы пришли в зал, и вот я как-то почувствовала этот запах сцены. Я поняла, да, это именно то, чего я хотела, зачем я ехала. В этом году 75-й театральный сезон стартует позже, чем обычно, 22 сентября. Связано это с вводом новых артистов в спектакли. В октябре театр ожидает еще актерскую пару и молодого человека. Нам предстоит сейчас очень большая работа. Вводы и премьерный спектакль. Откроемся мы в этот раз комедией по пьесам Александра Николаевича Островского про Бальзаминова. Как мы знаем, это знаменитые трилогии, там три пьесы, и режиссер Антон Морозов, он как-то соединил. В основном мы взяли первую и последнюю, и спектакль будет называться «Жених Бальзаминова». Продажа билетов на премьеру начнется в течение этой недели. Следите за новостями Саровского драматического театра на официальном сайте и в группе ВКонтакте. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Из Сарова в Арктику. Правда, всего на один час. В библиотеке Пушкина прошла очередная встреча в рамках проекта «Библионии». Ребятам рассказали о тайнах, которые хранит мир ледяной пустыни. И предложили подготовить и защитить проекты по теме Арктики. Подробности далее. Северное сияние, полярная ночь, сверкающие льды и снега. Суровая северная красота Арктики завораживает и удивляет. Природа и животный мир полярного района Земли уникальны. Здесь обитает более 20 тысяч видов растений, животных, грибов и микроорганизмов. А некоторые животные и растения встречаются только в Арктике. Главная их особенность – способность выживать в экстремальных условиях. Об этом удивительном уголке планеты дети узнали на очередной научно-познавательной встрече «Добро пожаловать в Арктику» в библиотеке имени Пушкина. Ребята разделились на четыре команды. Каждая команда выполняла свое задание и создавала творческий мини-проект. Ребята отправились в виртуальное путешествие, изучали этот чудесный край, открывали что-то новое для себя. Были созданы четыре площадки, каждая посвящена определенной науке. Например, география, экология, зоология и ботаника. Ребята на каждой из этих площадок изучали этот чудесный край. Свою фантазию ребята смогли в полной мере проявить на бумаге. Им предстояло нарисовать плакат в защиту природы Арктики, изобразить свое северное сияние, нарисовать животный мир и даже самим придумать, как бы выглядело и называлось растение, которое могло бы расти в Арктике. В зрительном зале библиотеки команды собрались вместе, представляли друг другу свои творческие работы и рассказывали о том, какие они сделали открытия. Узнали, что на Арктике нельзя бросать мусор, ловить много рыбы. Мы рисовали на Арктике, что нельзя бросать мусор. Мы еще рисовали белого медведя. Мы рисовали северное сияние. Мы узнали, что есть северное сияние, полярный день и полярная ночь. Там солнце никуда не уходит, он просто по кругу. А ты что узнала? Я узнала, что у северного сияния есть звук, и оно не всегда появляется. Покажите ваши рисунки. Познавательные и веселые мультминутки помогли детям еще больше узнать о природе и специфике северного края. Следующее мероприятие библионии будет заключительным. В среду, 23 августа в 14 часов, библиотекари Пушкинки подведут итоги проекта и наградят самых активных ребят. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Кирилл Новикевич, Служба новостей Саров, 24. Медовый, яблочный, хлебный и ореховый спасы. Многим известны эти народные названия церковных праздников августа. Но не каждый знает, какой духовный смысл они несут и к какому событию священной истории они приурочены. О значении этих дат в церковном календаре и о традициях освящения плодов нашей съемочной группе рассказал протоиерей Сергей Скузоваткин. Порой народные названия праздников могут заслонить настоящий смысл важных дат церковного календаря. Наверное, наиболее ярко это проявляется в праздниках августа – медовом, яблочном и ореховом спасах. Празднику изнесения честных древ, креста Господня, с которого начинается Успенский пост, как правило, на Руси собирали мед. Поэтому праздник и получил название медового спаса. Слово «спас» здесь тоже не случайно, поскольку так люди пытались подчеркнуть важность и главенство самого Бога, спасителя Иисуса Христа. Именно Иисус Христос стал человеком, стал спасителем, взял на себя грехи и спасает человека. Собственно, от этого и происходит название «спас». С одной стороны «спас» как спаситель Иисус Христос, с другой стороны – само действие спасения. Праздник преображения Господня относится к числу двенадесятых, то есть важнейших после Пасхи праздников в православной церкви. К этому времени люди обычно собирали богатый урожай яблок и других плодов, которые уже поспели. Отсюда и яблочный спас. В ореховый, или как его еще называют хлебный спас, люди выпекали хлеб и зерна нового урожая, собирали орехи. В церковном календаре 29 августа этот праздник тоже посвящен Иисусу Христу, его нерукотворному образу. Мы имеем вот эти три праздника, которые, может быть, заставляют нас задуматься, заставляют нас в течение августа иметь память Божию. Потому что смысл человеческой жизни – соединение со Христом, соединение с Богом. И вот напоминание о Боге – это очень хороший знак в нашем церковном календаре и в нашем календаре таком урожайном. Раньше, когда люди в основном трудились на земле, своими руками взращивали плоды, им хотелось отблагодарить Бога за урожай, за обилие на столе, за те силы, которые Господь дал людям для работы. И такая благодарность проявлялась в храмовом освящении меда, яблок, хлеба и злаков. Сейчас же, в наше время, когда многие продукты доступны в магазине, их освящение несет символическое значение. Ну, конечно, не стоит на них уповать, как какие-то спасительные, или там для духовной жизни полезные, или там для какого-то оздоровления. Но это все-таки остаются обычными плодами, которые мы вырастили или вырастили где-то. То есть пестицидов или гербицидов, конечно, в яблоках меньше не будет. Праздник преображения Господня или яблочный спас верующие отметят уже в эту субботу, 19 августа. А праздник нерукотворного образа спасителя, Ореховый спас, будет 29 августа. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах Канал-16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Дарья Козина. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!